У этих ребят любовь к зимним видам спорта не остывает даже летом. Сегодня трассой для лыжников служит горячий асфальт Олимпийского парка. Среди участников соревнований юные спортсмены из Сочи, Белореченска, Усть-Лабинска и Кропоткина. Каждый зимний вид спорта имеет свою летнюю дисциплину. Если мы говорим о лыжном спорте, то в летний период все лыжники занимаются лыжероллерами. Нам, ну скажем так, велит сам Господь заниматься лыжероллерным спортом, потому что у нас лето, практически круглый год. А в зимний период, благодаря руководству «Газпрома», всем воспитанникам отделения лыжных гонок и биатлона предоставляются безвозмездные эскипасы, и дети тренируются на лыжах на снегу. В эти дни здесь одновременно проходит открытое первенство по лыжным гонкам в Сочи и Краснодарского края. В первый день юные лыжники соревновались в дисциплине «Мастарт». Во второй день прошли забеги на спринтерской дистанции 150 метров. Мы начинали эти старты, первые участники игровых соревнований было 18 человек. Сегодня мы доводим это количество, можем спокойно довести до 120, 150 и так далее. То есть у нас неограниченный контингент. При этом у нас уже развиваются все олимпийские виды и дисциплины зимних видов спорта. Так что я думаю, что популярность приобрело это все огромную. Владимиру Грицаненко всего 15, а он уже имеет первый взрослый разряд по лыжероллерам. В воскресенье спортсмен стал первым в заезде на дистанцию 1 километр. Теперь поставленную планку нужно удержать и на спринтерской дистанции. Увидел, как мои ребята тренируются на нашей площадке в седьмой школе. Но меня это заинтересовало. Я купил себе ботинки, лыжероллеры и начал заниматься. Меня тренер сразу увидел в хороших качествах. У меня начало получаться. Со временем все лучше и лучше. Тренировались вот все лето. Закончилась учеба. Начали тренироваться, готовиться. Но надо выиграть, побежать. Готов. По итогам соревнований лучшие участники получат шанс попасть в сборную региона по лыжным гонкам. Кстати, сочинцы в этом виде спорта на хорошем счету. Только за первый соревновательный день призовые места заняли 14 сочинских спортсменов. Галина Захарова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.